привет всем друзья доброе утро значит я как обычно работаю сейчас еду значит на метро харьковская приезжает человек из черкасс значит что будем смотреть сегодня дачи сандера человек предварительно отобрал там пару-тройку вариантов так сказать вот на день на день подбор как бы грубо говоря да лучше выбрать самый лучший автомобиль может быть там по ходу будем еще как бы экспериментирую короче добавлять еще какие-то варианты да то есть сейчас уже дни как бы пошли на увеличение поэтому в принципе за день можно посмотреть больше чем три автомобиля вот как мы сейчас стартуем сейчас у нас 8 утра вот поэтому вот так вот посмотрим значит что из этого получится сколько автомобилей потребуется посмотреть чтобы купить и хороший вариант я напомню что услуга в принципе да то есть разница нет услуга на день стоит 100 евро это неограниченное количество просмотра то есть один просмотр стоит 1000 гривен но если мы уже смотрим там 4 5 вариант в течение одного дня это все уже будет все равно сумму там рубая 3000 гривен дачи сандера не помню каких годов на украинских номерах на европейских наверно такие никто не пригонял вот так что вот так вот что еду значит встречать клиента и будем звонить ехать смотреть подписывайтесь на канал приятного всем просмотра поехали а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот И все в принципе В общем вот такой вот такой автомобильщик значит что там по документам она кстати на фирму растамаживалась на фирму то есть она сейчас на транзитных украинских номерах на красных таких это на фирму когда растамаживаешь дают такие номера значит человеку сейчас дают значит купчу грубо говоря фирмы пишу да то есть брифы маленький большой немецкий сертификацию и в принципе все а и декларация о том что машина растаможенная то есть человек забирает весь этот пакет документов уже МРАО кстати работают все как бы садится едет МРАО ставит машину на учет то есть в общем вот такая ситуация ребята с Черкасс приехали я их на Харьковском встретил сумасшедшие пробки были с утра конечно блин вот я в принципе как бы ну не взял из-за топлива там с них ничего хотя понятно что у меня там 50 километров и плюс по пробкам там расход будет явно выше чем обычно ну то такое дело то есть в принципе вот ребята приехали да на Баблакаре Черкасс в Киев я их встретил сейчас приехали первую машину посмотрели тысяча гривен все как бы машина подходит то есть дальше смысла ездить нету там да для них это расходы все как бы одну машинку да то есть не такие большие тысячу гривен то что человек вам посмотрит автомобиль то есть я сделал полностью да подключил компьютер по компьютеру было там пару-тройку ошибок таких в принципе по мелочам то есть ничего серьезного поэтому машину можно брать по цене по цене значит 5 200 цена на отдачу вот сейчас они поехали там с документами а я уже как бы еду домой в общем не знаю пообещали позвонить как бы на обратном пути то есть они будут ехать все равно через меня скажем через мой район вот пообещали что позвонят то есть может быть сниму еще какое-то дополнительное видео ну а если не сниму то уже будет такой видосик и коротенький в принципе все и так понятно поэтому вот так вот друзья спасибо всем за просмотр звоните пишите обращайтесь кому нужна помощь по подбору автомобилей в украине да я знаю что вы все ждете так сказать когда откроются границы я сам жду чтобы поехать что-нибудь пригнать поехать в евро тур уже очень соскучился друзья за за литвой за вот этим всем движим да но чисто я не знаю да когда там по открывают но просто чисто логически я понимаю что границы это то что будет открываться в последнюю очередь то есть сначала там рестораны там грубо говоря да потом садики школы потом еще что-то сейчас про то есть но границы это то что будет открываться в последнюю очередь поэтому если кто-то думает что сейчас там 22 числа заканчивается карантин и мы поедем литву процентов 90 даже больше наверно 95 то сто процентов что нет так не будет то есть границы откроются в самую последнюю очередь когда это будет непонятно то есть может через месяц может через полтора да будем надеяться плюс открывается все с определенными условиями то есть это тоже учитывайте этот фактор ну вот и все происходит с условиями да то есть открывают рестораны но есть условия открывают то есть условия то же самое может быть и с границами понимаете границу откроют допустим но с условием там каким то вот представьте да если это будет что открыли границу ты можешь поехать но ты должен 14 дней быть на самоизоляции понимаете то есть уже будет как бы проблематично поэтому в том виде евротуры и пригоны в котором оно было до карантина на самом деле может вернуться не скоро в общем поживем увидим надеемся что скажем произойдет как бы в ближайшем будущем но как говорится надеяться нужно на лучшее да ну короче вы поняли то есть надеемся что будет так но по факту надо предполагать что может быть и не так понимаете я это предполагаю поэтому я живу моментом сегодняшним да не надо загадывать потому что кто-то еще месяц назад думал что через месяц поедем в итоге месяц прошел не поехали сейчас придет еще месяц и еще может не поедем и может еще понимаете это не то что там я агитирую что берите в Украине я просто говорю что вот реальная ситуация на сегодняшний день поэтому если кому-то машина нужна срочно то есть или там ближайшем будущем человек не готов дать ее нужно покупать сейчас покупать можно какие варианты покупать можно либо в Украине то есть я лично я могу помочь с подбором по Украине покупать можно заказывать да то есть можно в принципе заказывать откуда откуда угодно на самом деле можно заказывать с Америки можно заказывать с Кореи но это будут такие посвежая подороже автомобили можно заказывать и Литва-Германия на тралах тоже есть и растамаживать то есть это речь идет сейчас именно про растаможенные автомобили в принципе со всеми этими вопросами тоже могу помочь то есть у меня есть выходы на все аукционы то есть и американские и корейские и немецкие поэтому друзья your welcome то есть если кто-то хочет как бы в данной ситуации пригнать себе автомобиль с растаможкой да вы не хотите покупать в украине либо в украине просто таких вариантов нету потому что такое тоже может быть да что вы хотите какую-то машину и тут просто нету не вопрос заходите смотрите то есть пока я не снимал как бы подробное видео об этом да там ну ну потому что у меня есть вот люди заказывают подбор по украине то есть я выполнять и заказы и соответственно публикую этот контент на то есть если там грубо говоря будет какое-то потом время куда впихнуть окей я давным-давно уже хочу снять видео про корею допустим если там америка так сказать ну лично меня это мое мнение америка меня не не очень пока интересует да потому что там надо ремонтировать я уже говорил что мне это не интересно вот то корея очень интересное направление то есть я давно давно хочу снять видео про корею пока никак руки не доходят нашим я уже ни один знакомый заказал себе машину скорее да то есть и в том числе с моей помощью вот поэтому направление интересно ну и германия не знаю там аукцион из германии заходил смотрел как бы цены там все ну там тоже таких знаете сильно дешевых машин нету обычно такие тоже машины посвежая поэтому в общем атаку все друзья спасибо 5 дачу тебя углубился там за просмотр с вами был андрей канал джона с киев подписывайтесь на канал ставьте колокольчики ставьте пальцы вверх пишите как вам вообще вот эта дача сандера то есть для меня это было такое чуть открытие интересный да он простенький есть минусы в автомобиле конечно шумка такая слабенькая какая-то но эта дача она дешевое обслуживание есть газ то есть экономно ездить то есть свои определенные функции она будет выполнять в общем вот такие дела пока друзья увидимся всем хорошего дня